итак новый день новые заготовки не заготовки а праздник продолжается подготовка праздник продолжается и вот наша утка которая поставила всю ночь в холодильнике в маринаде достаем ее из маринаде к этому пахнет все чесночком и апельсинами достаем наша уточка я ее приготовила поднос положу на поднос с нее все стекло и мы на этом подносе будем работать все это убираем этот жмяк запах вы знаете не знаю чесночком и апельсином я кажется запах чувствую после ковида и вот уточка лежит на подносе ждет своего участия пусть немножко стекет а мы тем временем займемся начинкой а начинка самая простая беру средний или маленькие клубни картошки если такие вот такие можете 3 брать если вот такие вот я беру вместе с этим 4 больше не надо это наверно будет за много потому что будем жарить утка утка стянется раздвинется и будет чудо монтажа и так картошка готова по чуду монтажа все мы ее сейчас будем натирать но для этого для начала мы возьмем чернослив вы знаете что перед тем как его употреблять где там 3 ягодки берем его надо залить кипятком картошку картошку мы будем натирать на вот этой терке на бурочковый называемый на картошку потёрли немножко перца свежемолотого вот соль соль сейчас мы можем не прийти потому что у нас как бы узко как бы солёное там не попробуешь солили-не солили как там соли поэтому картошка будет тот как говорится если там будет замалка соли она стянет себя если будет как бы замарила соль и картошка будет как бы от себя давать и она у нас будет впитывать жир мы здесь больше ничего не добавляем вот размешиваем и у нас начинка самая простая готовая кстати вот эту вот начинку я вычитала у меня когда-то была книга литовские национальные блюда она в целях переезда смены места жительства и в литве несколько раз меняли здесь вообще не знаю уже раз пять за 10 лет меняли место жительства по комнаты снимали потом пол снимали теперь уже имеем государственную наконец-то что-то постоянно берем чернослив и вот его вырезаем эту картошку утка чернослив это прям идеальное сочетание все мы знаем из всяких кулинарных книг даже косточка есть еще брак мы займемся и и величество утка теперь нам понадобится самая большая была какую едет все дома и нитки которые вам не нужны шейные паешь набор не так и там как всегда бывает 75 процентов таких ненужных цветов ненужного сочетания то что вам нужно там одна или две шпульки бывают ну так вот для такого красного красным правда стою такого красного ничего не ношу и так вот продеваем ниточку нитку делаем длинную потом покажу зачем длину смотрим как она у нас тут 6 из поганина с одной стороны может даже надо бы ее как бы зубочистками зажать другой стороны меня зачем и так вот берем нитку и вот здесь вот где мы ее разрезали делаем первый такой стежок продеваем нитку чтобы узла не делать и теперь вот таким как говорится не знаю таким мешковатым вот стежком и вот у нас осталась нитка я ее просто обрезаю и оставляю такой длинный кусок это я его оставляю когда у нас утка уже будет готова мы просто дернем и у нас вся нитка на из жареного мяса вырвется и не так не будет у нас так что вот так у нас выглядит утка со спины зашитом переворачиваем и вот у нас изрезанная грудка как рекомендовано эти мышцы не порезанные мышцы не порезанные только шкурка вот такими вот кадратиками а как он будет зачем не знаю вот крылышки мы их потом подвернем под утку вот так вот чтобы они не горели одно крылышко и другое крылышко и вот это у нас длинная нитка и вот наша начинка начинка суем вовнутрь ее немного но я говорю утка стянется начинка сдуется все начинка у нас внутри утка полупустая но это только на вид это только на вид она у нас полупустая вот этот конец тоже зашиваем и зашиваем и опять обрезаем нитку оставляем длинный конец иголочку ниточку убираем и вот наша у . там картошку распределяем более-менее ровно и там немного вот наша горя . вот она красивая и вкусная дальше и уточку берем за ноги у нее все стекает все скапывает и в мешок все утка в мешке удачно вот взлезла завязываем мешок я завязываю так вот на узлы расправляем поправляем крылышки ножки хвостик и вот и кладем вот у меня пропинь он уже подготовленный выстеленной тефлоновой пленочкой такой вот и кладем муточку вот у нее и в духовку так где-то час у нас у нас без костей такая легкая начейка думаю так на час через час будем смотреть 180 градусов и так прошел час наши одиссеи с уткой достаем смотрим что получилось вот наша у . она ведь уменьшилась она уже вся в мешке там много сока сейчас вскроем этот пакетик она стала маленькая стянулась вот ножки мясо с ножек он отошло мы теперь еще зарумяним чтобы она была красивая подрумяненая жирком обливаем вот она нас не лопнула не вытекла ничего итак прошло 20 минут достаем лодку королевы сегодняшнего стола ух какая она у нас румяная у меня есть специальные вилки такие вот две может вы видели в продаже и не знали что это такое а это доставать курицу в утку большое мясо из вот таких вот вот они берем красиво поддеваем потому что даже дочку спрашивал знаю что это такое а ну вот вот и выкладываем тут вот brushing крылышками вмещается вот наша птичка красавые мисочки ну салатницы тут сейчас запекаться семья я буду ложтой ну стол вижу вот нашу ниточку вторую вон она там торчит оп, вот наша ниточка мы ее тоже так ца-ца-ца-ца-ца-ца-ца-ца-ца все и все вуаля вуаля наша уточка делайте как я делайте лучше меня учитесь на моих ошибках ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал пока-пока пока-пока